Добрый день, друзья! Спасибо, что зашли на наш канал. Смотрите канал Переезд в Краснодар. Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс. Сегодня мы с вами находимся в станице Калининска, центральной районной станице Калининского района. Будем смотреть очень уютный, обжитой, небольшой дом, но на большом земельном участке. Дом будет у нас по стоимости 4 миллиона. Такой вот маленький, но уютный по формату. Заходи и живи. Давайте начнем, как обычно, осмотр с придомовой территории. Итак, друзья, давайте приступать к осмотру дома. Начнем с вами с придомовой территории. Слышу пожелания, поэтому выполняю. Широкая придомовая территория у объекта. Давайте посмотрим, грунтовая дорога, грунтовый подъезд, дорога укатанная, место высокое, в станице сухое. До выезда на асфальт, здесь достаточно недалеко, по дороге будет порядка метров 150, не больше. Вот данный дом подойдет как раз тем, кто хочет огромный участок. 16 соток, все-таки это много. И здесь такой вот достаточно широкий фасад. С другой стороны, если такой широкий фасад и такой большой дом не нужен, то точно могу вам сказать, что это может быть такой момент для инвестиции. Домик, который будем смотреть, у нас 64 года рождения, года постройки, как говорится. Но очень уж уютный внутри, с хорошим ремонтом, с техникой, с мебелью. Ну такой вот, заходи и живи. Если, повторюсь, большой такой участок не нужен, то почему говорю, что как инвестиция, потому что бюджет у объекта достаточно невысок, можно вполне себе разделить, отделить и кусочек земли продать со стройщиком. Ну еще на этом заработать. Так, ну давайте обо всем по порядку. Значит, по фасаду у нас забор из профлиста на металлическом каркасе. Ширина фасада здесь порядка 25 метров. Распашная калитка. Площадка для входа в дом у нас уложена тротуарной плиточкой. Ну и рядом будут распашные ворота для заезда под машину. С левой стороны от меня. А далее здесь у нас идет виноградник, также на металлическом каркасе. И сегодня у нас по погоде уже 1 ноября, друзья мои. Ну вот такая чудесная погода стоит в Краснодарском крае. Сегодня у нас 25-24 градуса днем. Очень-очень тепло. Проходим с вами на придомовую территорию. Есть вот тут у меня такой косматый друг, который сейчас, возможно, будет немножко нам мешать разговаривать, потому что сильно уж ему хочется тоже пообщаться. Так, ну что, придомовая у нас разделена на две части. На зону отдыха. Сейчас мы вот к ней проходим на дворные постройки. А дальше за сеткой рабицы у нас там расположился огород. Все наши 16 соток неохватной земли. Что есть из плодовых посадок? Молодые яблони, есть малина, грецкий орех, есть фундук, вишня, персик, черешня. В целом такие самые популярные фрукты. Здесь у нас посажены из непопулярных. Есть даже калина. Очень вкусный из нее компот, настойка. Ну и в целом очень полезная ягода. Так, ну что, осмотрелись мы здесь с вами по придомовой территории. Уличный туалет из теса имеется. Далее с левой стороны от меня такой небольшой летний душ. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Вода, кстати, в доме будет у нас центральная. Коммуникации все будут центральные. А водичка здесь доливается, скажем так. Вот такая беседка, тоже из облегченных материалов. Ну, простенькая, как говорится. Ну, есть, да, зайти отдохнуть, в тенечке спрятаться, шашлык пожарить. Вот здесь все это предусмотрено. Сейчас пойдем с вами осмотримся по надворным постройкам. Ну и посмотрим сараи. Да, потому что тоже такие хозпостройки очень нужны. Так, чтобы нам не возвращаться в эту сторону, предлагаю вот сюда нам с вами поместиться. Ну что, привет! Вот сюда поместиться, посмотреть вот такой большой участок. Все наши сотки, пожалуйста, к разработке готовы. Так, ну что, проходим дальше с вами по участку. Больших два сарая, вот эти вот прямо по курсу, это сарай под живность, под птицу. Тоже можно вполне себе использовать. Из надворных построек мы с вами не посмотрели, вот прямо перед домом, да, то, что рядышком здесь расположился сарай. Но сарай не просто сарай, здесь же еще есть и погреб. Погреб достаточно глубокий, что всегда тоже говорит о том, что есть возможность, да, вот этого хранения. И дома, земля, место здесь сухое. Кирпич внутри, пол там бетонирован, с песочком, правда, сверху. Ну, вот пришла ко мне вот такая красавица. Ну, привет! Саманный старенький сарайчик, ну, в целом, смотрите, и инструмент можно положить, и рабочие вещи. Ну, такой все равно очень нужный в доме, такое подсобное помещение, скажем так, да. Ну что, друзья, по участку мы с вами осмотрелись, думаю, достаточно. 16 соток у нас земельный участок, земли, ЛПХ здесь назначение. Коммуникации у нашего объекта будут все центральные. Газ, свет, вода, канализация септик. Дом 64-го года постройки, 57 квадратных метров. Напоминаю вам про наш телеграм-канал. Если вы еще не подписались, подпишитесь, пожалуйста. Называется канал «Переех с Краснодар». На нем актуальная информация по рынку недвижимости именно Краснодарского края. Дом, который будем сейчас осматривать, и стоит у нас в двух жилых комнат. Кухни, санузла, ну, и, конечно, прихожки. Напомню, что дом у нас по формату. Заходи и живи. Пойдемте смотреть. В дом мы с вами попали. Давайте осматриваться. На входе у нас прихожая. Прихожая площадью порядка 5 квадратных метров. Стены оклеены обоями. На полу лежит линолеум. Ну, высота потолочка в прихожей здесь невысокая. Порядка 2.30. И вот пристройка кухни, которая делалась чуть позже, тоже здесь потолки невысокие. А вот в жилых помещениях потолки уже стандартные. 2.60. Далее переходим в левую сторону. Первая жилая комната. Площадь ее составляет порядка 12 квадратных метров. Стены оклеены обоями. На полу лежит также линолеум. А потолок здесь арголит под покраску. Далее двигаемся с вами прямо. Попадаем в общую комнату. В целом можно сказать, что в доме 3 жилые комнаты. 2 из них изолированные. Но я люблю всегда говорить про спальни. Поэтому изолированные полноценные жилые комнаты. 2 спальни здесь у нас предусмотрены. Ну, а данная комната может являться... Ну, собственно, так и является сейчас. А как общей комнатой. Стол, вот видите, обеденный здесь стоит. Поэтому на кухне пока что приготовили, а сюда все перенесли. Площадь данного помещения составляет порядка 12 квадратных метров. Стены оклеены обоями. Потолочная плиточка поклеена на потолке. На полу лежит линолеум. С левой стороны в данной комнате расположилось интересное помещение. Думаю, хозяйки оценят. Давайте заглянем, посмотрим. Вот здесь обгородили такую площадь и сделали из нее гардеробную. Тоже очень-очень нужная вещь в доме. Площадь помещения порядка 6 квадратных метров. Далее будем двигаться к осмотру следующей жилой комнаты. Это самая большая комната в доме. Площадь ее составляет порядка 18 квадратных метров. Комната светлая, просторная. Стены оклеены светлыми обоями. С декоративной вставкой по короткой стене. Вот в таком формате. Потолочек здесь тоже набрана плитка. Ну вот такой хороший косметический ремонт в доме. Чистый, уютный. Я думаю, что по стоимости 4 миллиона рублей. Так вот, зайти и жить, иметь всю мебель, технику и 16 соток земли, друзья. Ну, на мой взгляд, вполне себе адекватная стоимость для хорошей станицы. Напомню, что станица Калининская у нас 60 километров от города Краснодара. Чуть меньше 20 километров здесь до Тимошевска. Тоже рядышком. Достаточно удобное место для жизни. Далее мы с вами двигаемся в сторону кухни и осмотрим кухню и площадь санузла. Давайте посмотрим, как она у нас обустроена. Площадь кухни у нас порядка 10 квадратных метров. С левой стороны у нас расположилась рабочая поверхность и достаточное количество таких нужных для хозяйки ящиков для хранения. Стены здесь оклеены обоями. На полу лежит плитка. Потолок в данном помещении у нас будет под покраску. И с правой стороны тоже разместилась кухонная поверхность, рабочая поверхность. Кухонный гарнитур такой вот двухсторонний. Думаю, хозяйки будут довольны. А сейчас здесь живет семья с ребеночком. Школа находится рядом. Порядка 15 минут идет пешком. На вторую школу мы здесь ориентируемся. Порядка 10 минут тополек, детский садик находится рядышком. Магнит, пятерочка, продуктовый магазин. Тоже здесь все в шаговой доступности. Так, далее мы с вами двигаемся к коммуникациям. Газовая плита у нас установлена, работает. А на отоплении у нас работает газовый котел напольный. А на горячую воду у нас работает автоматическая колонка. Вот сбоку она здесь расположилась. Даже не сразу найдешь, она зеркальная. Но автомат на самом деле это очень удобно. Да, ничего с ней делать не нужно. Смотрите, воду открываешь. Колонка сама зажглась. Все, видите. Колонка сама зажглась. Вода горячая. Пошла, ничего делать не нужно. Каких-либо дополнительных вмешательств. Ну и здесь с левой стороны, поскольку дом все-таки старые друзья постройки, тут не поспоришь с этим. Но делали как могли. Так что было удобно и комфортно проживать. И вот сюда пристроили ванную комнату. Вот в таком формате она у нас представлена. Площадь у нас составляет порядка 5 квадратных метров. Стена. Здесь пластиковые панели. Потолок. Потолочная плитка. На полу лежит обычная плиточка керамогранит. Батареи хорошие уже сюда выведены. В общем, в целом домик такой, я бы сказала, в этот бюджет очень даже симпатичный. Очень даже адекватный. Цена-качество соответствует вполне себе. Ну что, друзья, дом мы с вами весь осмотрели. Площадь его составляет 57 квадратных метров. Огромный земельный участок в 16 соток. Стоимость объекта 4 миллиона. Напоминаю, если такой дом вам подходит по формату «Заходи и живи в станице Калининской», приезжайте. Обязательно вам его покажем на месте. Все расскажем. Офис у нас находится в станице Калининской. Напоминаю, что мы всегда работаем именно там, где живут наши сотрудники, которые ножками сходили, знают все. Ну и, конечно, подберут дом, который подойдет именно вам. Желательно, чтобы мы нашли хозяина именно этому дому. Очень уж он уютный. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Окомпромисс». Спасибо за субтитры Алексею Дуб choresицу субтитров,